Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Надежда Аиша. В этой передаче я буду рассказывать о психологии людей, о скрытой системе, которую установил сам человек, находящийся под воздействием сатаны, и о которой даже не подозревают люди, хотя большинство живут согласно ей. Это своего рода школа сатаны. Эта коварная система господствует по всей земле. Мы начинаем жить согласно ей еще с пеленок. Естественно, все мы разные. В каждой стране есть свои традиции, своя культура, своя история. Но люди, какой бы национальности они ни были, к какому бы социальному статусу они ни относились, люди, далекие от религиозных ценностей, живут согласно правилам этой системы. Я подробно расскажу о ней, и вы более ясно поймете, о чем идет речь, иншалла. Большая часть людей в мире, сама того не замечая, живет по законам некой тайной религии, которая подчинила их своим законам. Эта религия не афиширует своего имени, она правит миром, находясь в тени. У нее нет прописанных законов, но она подчиняет себе образ мыслей, поведения и манеры людей. Люди, сами того не понимая, всю жизнь следуют законам этой религии, живут по ее приказам и запретам. Эта религия не ислам, не христианство и неудаизм. Хотя последователи этой религии могут называть себя по-разному, мусульманами, христианами или даже атеистами. Но на самом деле все они последователи этой тайной религии. Эта извращенная религия не какой-то вероустав, прописанный в книге, нет. Она прививается людям постепенно, с первого дня их рождения, созревая в них как плод многих поучений и стандартов поведения. Именно поэтому большая часть людей не понимает, что их поведение, мысли, внешний вид, манера и даже мимика является проявлением этой тайной религии. Она ставит перед человеком задачу быть как все, жить по законам общества. Быть как все значит принять систему ценностей этой религии, строго соблюдать ее законы, запреты и нормы поведения, обладать стандартными чертами характера. Быть как все – обязательно условие для того, чтобы быть принятым обществом, достичь положения и благополучия. Название этой тайной религии «быть как все» или, точнее, «религия безбожия». Религия «быть как все» толкает людей к неискренности, двуличию или лицемерию. Последователи ее в большинстве своем не свободны душой настолько, что не могут жить и вести себя так, как просит их душа, не могут быть естественными и искренними. Попадая в ту или иную среду, они в тот час выбирают одну из заученных ранее ролей, то, что предназначено для данной ситуации. Причем эта роль настолько хорошо заучена ими, что они вживаются в нее моментально. Роль, как мановению волшебной палочки, сразу меняет их манеры, речь, мимику. Но при этом люди полагают, что живут совершенно нормальной и естественной жизнью. Эта безбожная религия выращивает типы людей, которые неискренни даже по отношению к самим себе. Лицемерных, двуличных, эгоистичных. Эта сатанинская религия, несущая муки и душевные тяготы со всех сторон, охватила своими стальными тисками все слои общества. И причина столь глубокого ее проникновения в жизнь человечества кроется в тайности ее неназванности. И посему незнание людьми ее коварства. Адепты или последователи этой сатанинской религии и не помышляют о том, чтобы покинуть ее или же сменить веру. Они не знают, что система, в которой они живут, является тайной религией, сектой, пусть даже очень массовой сектой. Система, которой они покорны, внушает им неизменные законы истинной жизни, представляя их как добродетели и благо для человечества. И до тех пор, пока человек не покинет эту секту, до тех пор, пока не порвет с этой тайной религии человечество, он не сможет понять суть божественной веры, не сможет понять суть ислама и жить в исламе с миром, радостью и гармонией в душе. Потому что главным законом ислама является искренность и чистота намерений души. Человек может жить в исламе счастливо и обрести спасение души только тогда, когда он станет искренен перед Аллахом, самим собой и со всеми людьми. Вера может строиться только на фундаменте искренности, а для того, чтобы избавиться от коварного воздействия тайной религии человечества, следует прежде четко определить суть этой сатанинской религии и описать ее. Цель этой программы именно в этом. Далее я буду детально рассматривать все проявления и тайные коды этой сатанинской безбожной религии. Слушателям же, знакомящимся с догмами этой религии, будет полезно проанализировать себя, критически оценить свою жизнь. Ибо как бы мы не хотели этого признавать, но будем честны сами с собой, эта тайная сатанинская религия в той или иной мере, в той или иной форме, коснулась ума и сердца каждого из нас. Если мы пожелаем избавиться от ее влияния, которое можно ощутить каждый миг в жизни, мы должны подойти к изучению ее тайных законов и системы чрезвычайно внимательно. У каждого человека есть определенная вера. По сути, те, которые отвергают Аллаха и отказываются верить в его существование, даже те, кто называют себя убежденными атеистами, на самом деле не неверующие. Они всегда лишь исповедуют ложную и ошибочную религию. Возможно, сегодня никому не придет в голову классифицировать эти воззрения как веру. Однако, согласно Корану, все эти мировоззрения – своего рода вера. Например, марксизм – ошибочное, ложное, но вероучение, идеология. Путь, по которому идет определенное количество людей. Марксисты приняли на вероучение, разработанное и выдвинутое Карлом Марксом. Последователи же этой веры оценивают мир, исходя из критериев, назначенных Марксом. Они разъясняют вопросы жизни и смерти, свое появление на свет и возникновение жизни на Земле, исходя из антинаучной логики Маркса и Энгельса. Иными словами, люди, пошедшие по этому пути, поверили в марксизм и определяют вектор своего пути согласно этой вере, оценивают жизнь и ее события согласно их ложным системам ценностей. Марксизм – это только один из примеров, которые я привела. В мире можно насчитать еще сотни подобных ложных вероучений, то есть философских учений и идеологий. И существуют идеологии, полностью противоречащие марксизму, но они также являются вероучением. Конечно же, все эти вероучения ложные и разработаны для того, чтобы отдалить людей от пути веры и служения Всевышнему Господу. Здесь важно также подчеркнуть то, что на Земле существует еще одна тайная единая вера, которую исповедуют все те, кто далеки от истинной веры в Бога. Причем это большая часть людей на Земле, и исповедуют они ее независимо от того, каких идеологических, философских воззрений они не придерживались в жизни. На этой ноте я заканчиваю сегодняшнюю свою радиопередачу. Надеюсь, вам понравился этот материал. Берегите себя, до новых встреч, всего доброго, иншаллах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok